В эфире «Город С». Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Недалее как завтра, 10 июня, в Самарском Струковском саду пройдет большой фестиваль «Виват Россия». Чему он посвящен? Ну, конечно же, Дню России, но еще и 350-летию со дня рождения Петра I. Почему? Для чего? Вот, собственно, об этом сегодня мы и хотим поговорить. С удовольствием представляю наших гостей. Это Эдуард Дубман, профессор кафедры российской истории Самарского национального исследовательского университета имени Академика Королева, доктор исторических наук. Здравствуйте. Добрый день. Евгения Мищенко, заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара. Здравствуйте, Инесса. И мы работаем в прямом эфире. Пожалуйста, не забывайте о том, что вы можете нам позвонить. 202-11-22. Возможно, у вас будут какие-то вопросы. Наши гости с удовольствием на них ответят. Итак, «Виват Россия». Про Россию я уже сказала, про Петра I тоже. А чего это вдруг мы вообще про Петра? Я думаю, что, наверное, Эдуард Львович ответит на этот вопрос, почему Петр, почему Россия, почему Самара? Какие связи между этим великим человеком и нашим родным городом? Я думаю, что роль Петра в истории России, наверное, даже маленький ребенок уже знает. А вот то, что его жизнь очень тесно была связана еще и с Самарой, об этом знают не все. Об этом, наверное, можно и сегодня поговорить. Хорошо, можно, конечно. Итак, давайте... Вот сейчас всех запутаю окончательно, но поскольку я начала с вопроса, чего это мы вдруг про Петра, давайте мы сейчас узнаем, а что вообще думают жители нашего города, и особенно молодежь, наверное, это интереснее всего, потому что, ну, люди зрелого возраста-то, конечно, много читали, смотрели, учили, да. Вот с этого начнем наш разговор, а потом оценим, что же мы услышали. Давайте. Петр I – это царь России, первый император и, что еще о нем можно сказать, реформатор, царь-реформатор, прорубивший окно в Европу. Он учредитель большого числа государственных органов, таких как Сенат. С его приходом начались проводиться многие реформы, в том числе и военные. Провел реформу, где европеизировал внешность своих приближенных, и как раз про бороды, та тоже он их заставил сбрить. Это император России, который пришел к власти довольно интересным, то есть не скучно у него жизнь была. Он, как император, начал поднимать нашу страну, то есть очень хорошим правителем был, насколько я знаю. Во-первых, он основал Санкт-Петербург, занимался судостроением, благодаря ему оно у нас в России начало развиваться. Наследие Петра велико, и мы должны помнить, ценить, потому что это стало вектором для развития дальнейшего государства нашего. Ну, образованные молодежь-то в вашем университете. Мне кажется, это вот студенты Эдуард Львович. Вот я тоже так думаю, много знают, да? Много знают и, наверное, справедливо отмечают. Ну, не только наши, у нас хорошие студенты вообще, и филологи, и соологи, и гуманитарии. Ну, конечно. Ну, вот смотрите, все знают про брить бороды, потому что это такой вообще известный факт, про окно в Европу. Ну, и, в общем-то, про Самару-то ничего не прозвучало. Так вот, каким образом связана история Петра I и история Самарского края? Ну, мне здесь хочется вспомнить Ивана Ивановича Неплюева. Он принадлежит к числу птенцов Гнезда Петрова. Это такое расхожее выражение, которое вели историки. И вот он на смерть Петра I, будучи в Турции, послом написал, «На что в России не взгляни, все дело его рук имеет. И все, что мы, россияне, будем делать дальше, будет воплощением его идей». Я недословно, конечно, это говорю. И действительно, вот вы знаете, мы видим, что Петр настолько много сделал в России. И самое главное, вот, время управления – это уход от старой, от московской Руси, Руси боярской, Руси средневековой. И, казалось бы, ну, прошло его царствование. И начнется какое-то старое возвращение к старому, традиции, обычаи. Вот, нет, на самом деле все пошло вперед. Вот, восприняли его идеи, восприняли мысли. И, например, Анна Иоанновна, которая провела 10 лет, эпоху Творцовых Переворотов, она говорила, я буду править, как правил мой дядюшка. Она была дочерью Ивана, брата Петра. Елизавета Петровна, которая провела 20 лет, младшая дочь Петра, она говорила, я буду делать все, как делал Петр. Я дочерь Петрова. То есть и дальше мы видим то же самое. Ну, это, безусловно, самая яркая, наверное, звезда в истории российских глав нашего государства. Ну, может быть, кто-то скажет нет. А как же Екатерина II, немка, которая настолько привыкла к русской действительности, настолько вошла в русскую жизнь с того... Ну, быть может, кто-то скажет, но мы-то об этом не услышим, поэтому мы можем сейчас сделать вид, что это самая яркая звезда, и все-таки поговорить о Петре. Так вот, действительно ли Петр бывал у нас в Самаре? И, насколько мне известно, историки не решили один или два раза? Или решили? Ну, в общем, понятно, это достаточно. Это можно прочитать даже в так называемых юрналах. Это путевые журналы, которые вводит Петр I. И вот в юрнале 1695 года, когда русская армия шла в поход под Азов, Петр там два было пути, и Петр плыл по реке, по Волге. И вот как раз в мае, если перенести сюда, то даже в начале июня, Петр проплыл мимо Самары, мимо Сезерни, мимо Кашпера. Мимо? Не зашел. Не останавливаясь. Да, он был молодой, ему 22, как раз ему 23 года стукнуло где-то под Хвалынском. Тогда это сосновый остров был. Трудно представить такого царя 23 года. Да, да, да. Пушкарская рота. Вот он там. Мальчишка. С одной стороны командующий, а с другой стороны он берет на себя тяготы, пушкаря, обычного солдата и так далее. Проплыл, не остановился ни в Симбирске, Ульяновске, ни у нас. Ну, естественно, Царицын, где была переправа на Дон. И второй раз, это 1722 год, когда Петр вновь отправляется в поход, но уже персидский. То есть ему надо было своими отрядами, своим войском доплыть до Астрахани. И вот здесь ему уже достаточно много лет. И плывет он своей женой, будущей Екатериной I, Марта Скавронская. И вот он остановился в Казани надолго. Там строили суда, и он все это осматривал. Затем он приплыл к Болгару, это столица Волжской Болгарии, государства средневекового. Он осмотрел местность, поступил как археолог, там были вот остатки зданий, что-то. Поручил, чтобы все это изучили, записали, зарисовали. И потом поплыл дальше. Опять, здесь он доплыл до Самары, остановился где-то к полудню. Приплыл к Самаре, остановились сюда. Он поднялся смотреть на Самарскую крепость, которую строили в 1703 году. Старый город сгорел почти полностью. И вот строили новую земляную крепость. И он осмотрел эту крепость. Жена пошла в храм, помолилась там, по всей видимости. Отдала, известно, два рубля. Вот, нищим там кому еще. И вечером уже они отпуяли. Здесь он встречался с самарским комендантом. Тогда воевод сменили на короткое время коменданты. Вот, с уральскими казаками, яйцкими казаками тогда их называли. Вот, собственно говоря, пребывание очень короткое. А вот предание гласит, будто он поднялся на гору и собственноручно что-то выбил, высек на одном из камней. Это правда? Скорее всего, нет. Это легенда. Да, хорошая легенда, почему ей не быть. Многие пытались потом, исследователи, осмотреть это место. Это рядом с нашим Жигулевском гора. Вот высая гора. Поднимались, смотрели, находили что-то на камне, но уже не могли прочитать, что это такое. Но вот, когда мы смотрим на его поездку, опять это журналы. И первый журнал, и второй, и так далее. И там сказано, вот остановился, сменил Грибцов, поплыли дальше. Остановился, либо мель не прошли, либо буря им помешала. Переждали, поплыли дальше. То есть там все по дням было? Да, по дням. Про поле то-то, про поле то-то. Очень коротко, вот, уконечно совершенно вот такие вот. Ну, писал не только вот те отряды, в которых он бывал, но писали все русские полководцы, государственные деятели. То есть это была своеобразная вот такая вот регистрация твоих дел, подневно, вот, частные и так далее. Ну, а вот царев курган-то все-таки, это же место, связанное с Петром или нет? Опять-таки, по поводу споров наших. Я тоже так думала в детстве, кстати, что это Петр, потому что царь Петр, первое лицо, которое приходит в голову. Я вам обещала, что будут дилетантские вопросы. И с Иваном Грозным его связывают, и с арденскими ханами его связывают. Место, конечно, легендарное, но мы не знаем. Да, об этом нет сведений. То, что его не насыпали, это совершенно точно. Из чего он состоит, конечно, да. Природный полночный дорогой. Ну, будем пока думать, что Петр, поскольку год юбилейный, ну что же. Я хочу напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 202-11-22, вы можете позвонить к нам в студию и задать вопросы нашим гостям. А в гостях у нас Евгения Мищенко, заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара и Эдуард Дубман, профессор кафедры российской истории Самарского национального исследовательского университета имени Королева. 202-11-22. Тема сегодня такая у нас историческая, про Петра Первого. Сейчас я хотела бы прибегнуть еще к одному видеосюжету, еще к одному, скажем так, эксперту, для того, чтобы мы могли перейти к следующему направлению участия Петра Первого в жизни нашей губернии. Давайте посмотрим. Ну, по сути, Петр создал самарскую промышленность. Пока, я имею в виду, может быть, не в самой Самаре, а в крае, потому что вот это серное производство, серная добыча, это первое было промышленное производство, пусть там в минимальном самом виде, на территории нашего края. Ну, собственно говоря, первая промышленность, первый курорт, то есть что-то не связанное с, так как сейчас можно было сказать, военно-промышленным комплексом. Ну и в целом, благодаря Петру сюда пошли люди, профессионалы, которые вот занимались той же разработкой и серных источников, потом серной добычи на Самарской луке. То есть, в принципе, так же, как для всей России, это поднятие промышленности и развитие какой-то культурной составляющей, чем вот были, например, курорты по того времени. Это часть такой новой культуры, которую создавал Петр. Ну вот, судя по данным областного архива, не просто он таки проплыл мимо, вернее, ну, вышел, посмотрел что-то и дальше все. А визит-то его повлек за собой еще какие-то события. Давайте сначала про серное производство, а вообще о чем идет речь, и какое отношение Петр Первый имел к развитию вот этого производства в Самарской губернии? Хорошо. Ну, во-первых, я поправлю Евгению Михайловичу, как моего бывшего ученика, это и вас, это не Самарские архивы, конечно. Это он архивист, он работает в наших Самарских архивах, но все это центральные архивы. Наши архивы очень бедны, и здесь с трудом что-то наскребется, то, что было до губернии, до середины 19 века. А так действительно, вот вы знаете, если посмотреть те проблемы, которые были перед Россией в начале 18 века, даже в конце 17-го, это прежде всего проблема оружия, это проблема пороха, потому что для изготовления пороха нужна была сера, очень важный компонент селитра, древесный уголь, древесный уголь, вот, и какие-то компоненты вполне можно было обнаружить. А вот с серой были проблемы. И вот как раз, вот когда мы смотрим за развитие серного производства и селитренного производства, мы можем идти от Казанского края, вокруг Казани местность, к Симбирску, то есть к Ульяновску, вот тот конец 17-го, начало 18-го века, и затем к реке Сок. Вот на реке Сок, как раз вот где-то в среднем течении, имеются ключи, из которых вот бьет вода, насыщенная серой, и вот там можно было устроить озера, где воду можно было набирать, выпаривать и так далее, и так далее. Об этих озерах и не только, есть еще и совершенно правильно, Евгений говорит о том, что серные промыслы можно было организовать на Самарской луке, вот та наша восточная часть, где-то под горами, знаем мы это село, вот, и там серная гора. И вот внутри этой серной горы, если строить шахты, то там можно было найти серую кристаллическую, о которой потом писали, что она лучше итальянской. Итальянской, да. Да, итальянской. Вот два места, но первоначально это, конечно, серные, вот эти вот вода, насыщенные серой. И это было известно еще в конце XVI века об этом, английский, например, посланник в Россию Флетчер, Джинс Флетчер писал об этом в своих заметках России. Самарские люди в XVII веке ездили через степь, вот, к соку, и там тоже собирали серу, потому что нужно было изготовить порох для вооружения. Вот, и Петр об этом, в общем, хорошо знал. И в самом начале XVIII века он приказывает в 1702-1703 годах осмотреть эту местность, нужно было составить сначала Пуан, а потом построить крепость, естественно, потому что местность была пустынная, и построить заводы, да. Вот, появляется Сергиевск, пригород Сергиевск, тогда это был пригород Казани, строят его казанские люди, вот, строят три завода, эти заводы огорашивают частаковым укреплениями, потому что все было опасно, рядышком были кочевники, и начинается производство. Это производство, правильно сказал Евгений Михайлович, оно не было таким уж как бы объемным, большим, оно лишь часть русской армии, вот, позволяло создать порох и так далее. Ну, однако, честь такой вот оборонной промышленности. Конечно, 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 усиленно искали, везде пытались искать. А вот в начале 1710-х годов, вот, Петр уже обращается как раз к залежим той серы, которая была, горная серы, которая была в Серной горе. И вот там строят шахты, там участвуют и русские люди, и татары, туда присылают шведов, пленных шведов, естественно. Ну, конечно, куда им было деваться? Они в Сибири и прочих пленных было довольно много. И вот там устраивают уже крупные предприятия, это были сложно довольно предприятия, и остались шахты до сих пор. Спелеологи там лазают, есть целый ряд статей, очень интересно. Я когда долго работал с археологами, я ходил и на эту гору поднимался, видел вот эти провалы, которые остались. И под горой были сами предприятия, где эти куски серы укладывали в глиняные сосуды, буакры, так называемые, горлышко шло вниз, не как у чайника, вверх-вниз, и вот ставили на огонь. И вот сера растворялась, поднималась вверх и начинала вытекать. Вот таким образом получали, и вот там уже добывали такое количество серы, которое могло насытить большую часть русской армии. То есть это было такое огромное производство, да, по теме, именно? Очевидно, это да. А давайте мы все-таки сейчас с историческими событиями перейдем в сегодняшний день, точнее, в завтрашний. Евгения Борисовна, чтобы вы не думали, что можно посидеть тихонько и послушать, я понимаю, что мне тоже очень интересно. Но тем не менее уж мы заявили, что завтра будет фестиваль, и расскажите, пожалуйста. А я продолжу. Вот тему Эдуард Луновича, у него замечательная статья вышла, как раз посвященная Петру и пребыванию в Самаре. И когда мы ознакомились с этой работой, увидели дату. 10 июня 1722 года. 300 лет. 300 лет тому назад. Фантастика. Ну, понятно, что это по старому стилю, но, однако, день в день, завтра, в день 300-летия пребывания императора Петра I в Самаре, пройдет вот такой вот музыкально-патриотический фестиваль, который посвящен именно этому руководителю государства российского. Если я не ошибаюсь, он родился 9 июня. Да, это сегодня. Сегодня у Петра день рождения. А, то есть, все прямо вот у нас две даты подряд идут замечательные. Да, да. Удивительно. И фактически, да, Петр I отметил свое 50-летие тут на Волжских берегах, я так вот подозреваю совсем. Сначала 23-летие. Сначала 23-х. Да, да. Рядом с Повынском где-то. И свой вот такой вот 50-летний юбилей тоже здесь. В общем, вот такая вот интересная история. Но еще так совпало, что наши коллеги московские, духовое общество имени Валерия Халилова и его руководитель, президент Михаил Аркадьевич Брызгалов, он тоже обратился к Самаре, как к одному из городов императорского маршрута, как это вот, в общем-то, так вот и называют. А почему бы здесь не провести какое-то интересное событие? Итак, Самара вошла в пул таких вот городов, их 10 всего в Российской Федерации. И мы принимаем и проводим мероприятия Петровских музыкальных ассамблей. Этот проект, он поддержан правительством Российской Федерации, Министерством культуры России, нашим Министерством культуры. Ну, его организатором является вот именно конкретно музыкального фестиваля «Виват Россия» и является уже администрация города. Что это такое? Ну, мы как департамент культуры, конечно, в своей сфере, в просветительской стараемся работать. Для нас это, конечно, и музыка Петровской эпохи. Это преобразование в гуманитарной сфере. И, собственно говоря, эти ассамблеи, этот фестиваль, они этому и посвящены. Что сделал, какой вклад сделал Петр? В музыкальное искусство. То есть не просто развлекательные мероприятия. Совершенно не просто развлекательные мероприятия. Мы готовили и серьезные блоки по гуманитарным таким вот реформам Петра Первого. Мы их представим на фестивале. Это будут и видео такие вот блоки, и лекционные вещи. Но и, конечно, самое главное, чтобы об этом знали наши дети. Конечно. И поэтому завтра в Струковском парке, начиная с 12 часов, с полудня, играет 15 детско-юношеских оркестров Самарской области. Ой, у нас так много. У нас их много. В Самаре 9, и по области из Тольятти, из Сызрани, из Кенеля, из Волжского района, из Кенельского района, Красноярского района. В общем, все силы такого... И праздник детства тоже продолжается. Практически да. Да, потому что на самом деле это непросто. И почему Петр и духовые оркестры? Потому что именно Петр Первый, по его указу, были созданы военные оркестры, духовые оркестры при каждом полку. Поэтому, конечно, и его можно сказать, можно назвать основателем духовой, профессиональной, такой вот оркестровой музыки. Потому что, ну, когда надо, сразу все появляется, понимаете? Поэтому вот такая вот у нас тема. Я точно знаю, что ребята будут играть. Петровские канты, они обращаются к маршам русских композиторов, к русским маршам. Ну, не только, конечно, 18 века начало, но и 19 века. То есть вот будет звучать отечественная музыка, будет представлена вот наша российская музыкальная культура. Ну, и, конечно, не только это. Наши партнеры тут тоже присоединяются. Общество «Газпром Трансгаз Самара». Они подготовили тоже с большим, мне кажется, энтузиазмом, увлечением и желанием, интересом. Они подготовили петровские мастер-классы. Навигаторская школа из Тольятти приедет, будут учить вязать морские узлы, еще какие-то речные узлы. Будут мастер-классы по изготовлению бутоньерок, то есть то, что было элегантно и красиво в том времени. Плотницкая мастерская. Будет работать кузня. То есть будет... Но это уже вот не дети будут делать? Это, конечно, взрослые, но для детей. Для детей. Ну, а для детей, куда можно прийти. Будут мастер-классы по живописи. То есть живые такие уроки истории, фактически. Да, конечно, да. Ну, а уже начиная с половин шестого, уже на главную сцену в Летнем театре поднимутся наши профессиональные коллективы духовые. Это и сводный оркестр Самарского гарнизона, военный оркестр, военный дирижер Вячеслав Варушилов. Но тут не только даже Самара, но и Саратов присоединяется. Тоже вот такая у нас расширенный состав этого оркестра. Наш самарский муниципальный концертный оркестр готовит большую программу, тоже отечественную программу. Интересные марши, интересные канты нашли. То есть оркестры искали по всей России, как и обменивались партитурами, нотами. Тоже была такая отдельная подготовка, очень интересная. Ну и наш гость – это Адмиралтейский оркестр Санкт-Петербург. Это оркестр Ленинградской военно-морской базы. И это старейший военно-морской оркестр России. Ну вот, по нашим данным, он создан в 1703 году указом Петра I. То есть еще даже, по-моему, в феврале 1703 года, еще до основания даже, насколько я понимаю, Петербурга. То есть до указа об основании города. Коллектив великолепный, их больше 40 человек. Подготовили специальную программу для нашего вот этого фестиваля. Это, конечно, и посвящение городу, Санкт-Петербургу, посвящение… У них есть такое произведение «Петр Виват», то есть уже вот Петру I. Это современное произведение, однако оно создано в стилистике. Вот несколько барочной, Петровской эпохи. И, конечно, они привезут нам на Самарскую землю. Подготовили и выучили наш вальс любимый на сопках Манджурии, который исполнят в Суроковском саду, в том месте, где он впервые был, впервые прозвучал для зрителя. Ну и, конечно, всегда оркестры – это уже просто обязательная программа. Они все вместе играют произведения. Это и в детской программе есть, там порядка 250 ребят. То есть сводный такой оркестр. Большой сводный оркестр будет играть. Очень зрелищно, конечно. Петровский марш, марш Преображенского полка. И будут играть «Прощание славянки» Агапкина. Но это тоже наша такая национальная традиция, наверное, тоже какой-то культурный код. И тоже эту же программу, уже более сложную, в таком вот варианте, сыграет взрослые три оркестра. Поэтому, мне кажется, это очень интересно. Это очень такая вот, ну, может быть, правильная, что ли, настоящая патриотическая программа. Не только слова, но и музыка, но и дела. Это очень интересная программа. Эдуард Лобович, как вам эта идея, вот, вхождение в ту атмосферу через музыку именно Петровских времен? Я думаю, что это очень интересно. Да, тем более, что в Петровскую эпоху можно войти не только через музыку. Вот, историки считают, что он профессионально знал 14 профессий. Ну, начиная от врачебных, да, он был хирург. Ну, про его мастерство зубное мы с вами знаем. Да, но он, его интересовало буквально все. И вот здесь, вот, говорят о музыкальной культуре, о литературе, он тоже занимался очень. Он провел русскую азбуку, он сделал ее более удобной. И шрифт, и все прочее. Он заботился о том, чтобы здесь, именно здесь создавались светские книги в нашем России, вот, не только религиозные. Вот, и, конечно, мне хочется сказать, что Петр, вот, вы знаете, была плеяда российских правителей, которые считали, что для развития России нужно знать историю и нужно ее развивать. Это начинает отец Петра Первого, Алексей Михайлович, тишайший. Он специально создает приказ, который направляет руководить дьяка Федора, ой, забыл его фамилию, но неважно, вот. И тот пишет историю России, Грибоедова. Это пра-пра-пра, предок вот этого знаменитого Грибоедова. И тот пишет историю России. Петр Первый мечтал и всех своих более-менее образованных, грамотных сподвижников, он говорил, нужно писать. Он просит и Шафирова об этом, он просит и Феофана Прокоповича, и многих других, вот. И они действительно составляют историю Свейской войны, историю Петра Великого и так далее, и так далее. И его мечта была, несбывшаяся, была вот, когда будет свободное время, времени у него свободного не было, чтобы сесть и вот править, читать, переделывать вот те исторические книги, которые уже в это время возникли. Иногда говорят, он не слишком грамотный. Да, действительно, у него были ошибки. Но столько работать, как он, над законами, над проектами различными, над табелями о рангах, которые он полностью переделал, это, конечно, нечто уникальное. Да, действительно, это так. И поскольку мы сейчас уже будем прощаться со зрителями, нам остается, в общем-то, только завтра пригласить всех в Строковский сад, послушать эту необыкновенную музыку, поучиться вот этим необыкновенным профессиям. Ну и поздравить Россию с ее праздником. Спасибо, что были с нами. Благодарю вас за беседу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова